МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Республики Казахстана Ужас Бегтенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики. В связи с допущением регулярных аварийных ситуаций во избежание нанесения вреда жизни здоровью жителей было принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании ШЭД «Энерго» в пользу государства. Комиссией была представлена информация о деятельности компании акционерного общества «Дожанте-Муржолы», осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на железнодорожной линии станции «Шар-Усть-Каменогорск». Уполномоченными органами было установлено, что компания неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги. На совещании также были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности компании КТЖ, водоснабжения и нефтехимического комплекса. В Астане под председательством государственного советника Ирлана Карина состояло заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции. На совещании были рассмотрены вопросы реализации пятого раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. Антикоррупционная служба намерена совершенствовать отрасль путем внедрения международных стандартов в национальное законодательство. В своем выступлении Ирлан Карин отметил, что глава государства уделяет особое внимание взаимодействию с организацией. Объединение сегодня охватывает не только экономические сферы, но и вопросы противодействия коррупции. В завершении совещания государственный советник дал ряд поручений по реализации предложений зарубежных экспертов и дальнейшему укреплению связей с международной организацией. В Казахстане будет разработан профессиональный стандарт в сфере кибербезопасности. Министерство цифрового развития утвердило документ, в котором подробно прописаны профессиональные обязанности специалистов, отвечающих за информационную безопасность в переработе с компьютерными системами и сетями. В стандарте указаны ключевые механизмы проектирования, установки, эксплуатации, технического обеспечения и регулирования систем кибербезопасности. Новый документ размещен на открытом портале и доступен для общественного обсуждения до 20 декабря. В Кокшетау состоялся областной форум молодежи Жалундах Молажа Стары с участием Акима области Марата Ахмеджанова. Ежегодное мероприятие объединило молодых специалистов из различных сфер, а также победителей престижных конкурсов и профессиональных чемпионатов. Мероприятие было организовано с целью популяризации концепции «Адал Азамат», «Адал Йимбек», «Адал Табос» в преддверии приближающегося года рабочих профессий. Представители различных специальностей поделились личными достижениями, выступив перед молодежью, вдохновляющей речью. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения молодых людей, которые трудились в течении. В течение года и показывали высокие результаты. Среди них победители международных, республиканских и областных конкурсов. В данном конкурсе я представил программу для изучения казахского языка с использованием искусственного интеллекта. Моя основная цель – развивать казахский язык. Для достижения этой цели я разработал специальное приложение, которое помогает изучать язык. Давайте вместе работать над развитием нашего родного языка. Денежными сертификатами и ценными призами были особо отмечены победители областной молодежной премии «ЖАС Ахмула», инновационных проектов «Ахмула Пауэр», чемпионата «Уордскис-2024» и третьих международных открытых молодежных арктических и дельфийских игр. Мероприятие продолжилось концертной программой. Райлом Шатарымбек, Павел Соловьев, Ордак Тлеукабулов, Кукщи Ахпарат. У казахстанских шахматистов появился свой дом-шахмат. Он стал единственным в стране и находится в Кукшитау. В нем будут проводиться учебно-тренировочные сборы как для будущих, так и для нынешних звезд шахмат. В доме шахмат созданы все условия для тренировок, обучения и повышения мастерства шахматистов. Здесь также имеются спальные места и для отдыха. В дальнейшем планируется проведение мастер-классов от иностранных и местных гроссмейстеров. В целом, одновременно здесь могут заниматься порядка 50 человек. На церемонии открытия Акимобласти Марат Ахмеджанов остановился на текущем показателе в регионе по шахматам, а также отметил, что это значимое событие для акмолинцев. «В нашей области динамично развивается направление шахмат. В настоящее время более 7 тысяч детей занимаются шахматами в 400 секциях. С нового учебного года в 38 школах за счёт вариативного компонента учащиеся первого класса изучают курсы основы шахмат. Мы считаем, что это место станет центром, где родятся новые чемпионы, известные не только в мире, но и в Казахстане, как наши спортсмены Бибисаара Асаубаева и Жансая Абдумалик». Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов отметил, что маленькое количество федераций в мире могут похвастаться собственной базой для сборов. Поэтому место станет ключевой площадкой для подготовки новых чемпионов и создания возможностей для совершенствования мастерства игроков. «На самом деле нам очень важно, чтобы перед подготовкой к крупным соревнованиям, турнирам, мы, как правило, собираем нашу сборную. И нам как раз всегда нужно было... Мы традиционно в Акмолинской области собирали команду, чтобы не было большого количества шума, чтобы наша команда могла побыть на природе. У нас самая молодая команда, наверное. В мире сейчас очень много талантливых шахматистов. Им нужно получить хорошую концентрацию внимания, провести несколько дней, не отвлекаясь на какие-то свои обычные домашние дела». Было отмечено, что в остальное время от учебно-тренировочных сборов здесь будут тренироваться местные дети. По общему показателю в области, свыше 13 человек занимаются шахматами, с которыми работают 248 тренеров. Зарина Беккалиева, Журсуно Мирзак, Жамбал Болтаев, Кукчах, Парад. В Кукчетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников прокуратуры. Аким области Марат Ахмеджанов поздравил сотрудников и ветеранов сферы и вручил почетные награды. За выдающиеся службы в области общественного порядка и борьбы с преступностью ряд прокуроров были удостоены знаков отличия. Глава региона обратился к присутствующим с поздравлениями. Отметил важность работы прокуратуры для развития и процветания страны. Становление прокуратуры в Казахстане имеет свои особенности, свои традиции. Прокуратура – это один из основных гарантов внутренней стабильности, безопасности нашей страны и самое главное – это обеспечение законности. В честь столетнего юбилея народного героя Сагадата Нурмагамбетова за образцовую службу в области общественного порядка и борьбы с преступностью более 10 сотрудников получили памятные награды. Группа лучших сотрудников была награждена благодарственными письмами. Один прокурор получил нагрудный знак «Прокуратура Нынкурмете Казметкере». Ещё трое сотрудников были удостоены звания «Ага, Дилеткине с шоссе». А также пять прокуроров были награждены почётными грамотами. «Прокуратура всегда остаётся символом порядка и справедливости. С момента обретения независимости наша работа внесла значительный вклад в достижение страны. По инициативе президента был принят закон о прокуратуре, который поднял её статус на новый уровень». На торжественном мероприятии общественные деятели и журналисты также были награждены грамотами прокурора области за укрепление правовой культуры. Десять выпускников Академии правоохранительных органов, завершившие профессиональную подготовку, торжественно приняли присягу. Торжество завершилось концертной программой. Эдуард Погребицкий, Макпала и Бабина, Василий Вережников, Кокщиак, Парад. Распоряжением Акима Акмулинской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия депутатов Маслихата Акимом Адбасарского района назначен Кенеш Алимжанов. Кенеш Алимжанов родился в Костанае в 1978 году. Много лет работал на государственной службе. Был заместителем Акима Адбасарского района. В 2023 году возглавил Акмулинское областное управление сельского хозяйства и земельных отношений. Нового главу актива района представил первый заместитель Акима Акмулинской области Ельдос Рамазанов. Он отметил основные задачи, поставленные перед администрацией района. Одной из главных целей является завершение текущих проектов по водоснабжению, развитию дорожной инфраструктуры и строительству социальных объектов. Кроме того, администрации района необходимо благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Перед руководством также поставлены задачи использования резервов развития предпринимательства в полной мере, эффективной реализации возможностей государственной поддержки, активизации работ по развитию придорожной инфраструктуры и другие. Реализацию мероприятий и риски неисполнения дорожной карты предвыборной программы партии «Аманат вместе с народом» обсудили депутаты на собрании фракции партии в Акмулинском областном Маслехате, заслушали доклады руководителей ответственных ведомств. По итогам заседания народные избранники дали рекомендации по выполнению проектов до конца года. В текущем году на строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети региона предусмотрено порядка 70 миллиардов тенге. В рамках выделенных средств реализуются более 130 проектов. Всего работа ведётся на порядка 600 километрах автодорог областного и районного значения, а также внутри населённых пунктов. В рамках исполнения дорожной карты предвыборной партии «Аманат» отремонтировано 292 километра дорог местного значения и 80 километров улиц в рамках программы «Аул Ельбисыга». Реализуется проект по строительству моста на 19-м километре от Басар-Сочинская и строительство моста на 13-м километре Есиль-Свободная-Раздольная. Так как данные проекты разработаны в 2018 году, причиной несвоевременной реализации проектов послужило резкое удорожание дорожно-строительных материалов. За период реализации проекта некоторые дорожно-строительные материалы подорожали почти в два раза. Дорожной картой предвыборной программы партии «Аманат» в регионе предусмотрено 135 мероприятий. Как отметили специалисты, есть завершённые пункты. Ещё свыше 40% находятся на стадии исполнения. Однако по 24 позициям имеются риски не успеть в установленные сроки. Конечно, в процессе реализации дорожной карты меняется и приоритетность мероприятий. Существует дефицит областного бюджета, это всем вам известно. Это связано с дополнительными расходами. Например, в этом году это устранение паводковой ситуации по области. Также имеются факты недофинансирования из республиканского бюджета. Тоже мы с вами очень хорошо знаем. Удорожание проектов, ежегодное принятие центральным государственным органам нового ГНПА, это дополнительная нагрузка на местные исполнительные органы. За каждым пунктом дорожной картой закреплены ответственные исполнители. Это отраслевые управления и акиматы регионов. В связи с завершением года, отметили депутаты, необходимо в режиме ручного управления контролировать ход реализации мероприятий. Эльмира Оспанова, Боржан Смогулов, Ордакт, Лёгабулов, Кокщиак, Парад. В этом году в стране зафиксирован рекордный урожай зерновых. Объем льготного финансирования отрасли увеличился до 580 миллиардов тенге. Созданы все необходимые условия для успешного проведения весеннеполевых и осенних уборочных работ следующего года. В прошлом году средняя урожайность составляла 10 центнеров с гектара. Также собрано 3,2 миллиона тонн масличных культур, 2,9 миллиона тонн картофеля, 3,9 миллиона тонн овощей и 2,6 миллиона тонн бахчевых культур. В дальнейшем в рамках дорожной карты, разработанной по поручениям президента, поставлена задача удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства до 20-28 года. К 2030 году планируется увеличить урожайность пшеницы до 20 центнеров с гектара. Прошло полтора месяца с момента ввода в эксплуатацию нового моста через Бухтарминское водохранилище. Самый длинный переход в стране сейчас находится в шести районах и служит на благо народа. Тем не менее, работы по сносу временного моста, который позволил построить именно эту сложную гидротехническую конструкцию, все еще ведутся. Самый длинный мост, построенный над Бухтарминским водохранилищем, значительно улучшил жизнь жителей региона. Ранее с наступлением холодов пересечение водохранилища становилось практически невозможным. Людям приходилось пользоваться объездным маршрутом, что существенно осложняло транспортировку топлива, продуктов питания и зерна. В стране 80% судебных разбирательств по делу об авторском праве проводится в отношении товарного знака. Об этом сообщила заместитель директора Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции Айдын Артыкова. По ее словам, ежемесячно в суде рассматривается около 60 дел, большинство из которых касается вопросов товарных знаков. Особенно часто подобного рода прецеденты встречаются в крупных городах, таких как Алматы, Караганда, Астана, Актау и Атарау, где активно развивается бизнес и торговля. В Кокшетау прошел практический семинар-тренинг, направленный на совершенствование деятельности центров поддержки семьи и подготовку полимодальных консультантов. Он нацелен на повышение профессиональной компетентности специалистов, чтобы они могли эффективно решать проблемы, возникающие в различных жизненных ситуациях. На мероприятии собрались специалисты в области социальной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел, работающие с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Также уполномоченные по делам детей руководители и представители мобильных групп, созданных на местах. До этого мы уже провели данные семинар-тренинги и в других регионах. Сегодня стартуют семинар-тренинги в Акмолинской области. Эти семинар-тренинги направлены для повышения квалификации сотрудников центров поддержки семьи, а также для членов мобильных группы. Также одна из целей семинар-тренингов является дальнейшая реализация межведомственного взаимодействия при выявлении раннего выявления и оказании всесторонней помощи для семей лиц, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Центр поддержки семьи в Сепногорске открылся в 2023 году. С весны текущего года к ним обратились более 460 человек. В этом году услуги оказаны 1200 человек. В наш центр может обратиться любая семья. Есть даже семьи, которые очень успешные. Есть семьи, мы можем даже привести примеры, когда есть семья, имеющая целую сеть магазинов, а психологические проблемы возникли в семье, между детьми, между взрослыми. И поэтому с каждым по отдельности работает семейный у нас психолог. В центре есть семейный психолог. Они могут позвонить по телефону 79022 в течение рабочего дня. Если нужно, мы проконсультируем просто по телефону, если они не хотят. Если хотят, то мы можем и приглашаем их в центр для индивидуальной беседы. На семинаре-тренинге собравшиеся обменялись опытом и обсудили проблемные вопросы. В ближайшее время на территории области откроют еще несколько подобных центров. В Степногорске 13 человек из социально уязвимых слоев населения получили безвозмездные гранты на реализацию бизнес-идей. Стоит отметить, что в этом году 168 акмулинцев получили данную государственную поддержку. Подробнее об этом смотрите в материале корреспондента. В целях содействия предпринимательской инициативе граждан 96 человек подали заявку на обучение по проекту «Бастау Бизнес». Курсы проходили в онлайн-режиме через портал skills.inbek.kz, по окончанию которых 67 степногорцев получили сертификаты. После граждане могли презентовать проект, в котором хотели бы получить государственную поддержку в виде безвозмездного гранта. Одна из них – Данагуль Маулиева, которая смогла открыть свою швейную студию. Открыла свой швейный цех. Здесь ремонт все сделала сама. И поставили машинки, которые получила там миллион четыреста с копейками. И я многодетная мама. В том году у меня получила сестренка Инкар, тоже многодетная. В этом году решила попробовать. Я выиграла грант. Одобрили проект и Аймгуль Рахимджановой. Девушка открыла студию, в которой она предоставляет парикмахерские услуги для детей. Полученные деньги парикмахер «Универсал» потратила на приобретение оборудования. Я выиграла грант для начального бизнеса безвозмездный. Открыла в городе детскую студию. Написала бизнес-план. Его одобрили, потому что у нас в городе нет детского парикмахерского. Стрижем с рождения до 16 лет по документам. Стоит отметить, что 13 грантов выдали на сумму 19,2 миллиона тенге. На прошедшем городе бизнес-форуме начинающим предпринимателям предоставили возможность показать свою продукцию и товары на выставке. Вероника Светкова, Боуженс Магулов, Кукче, Акпарат. Вспышка инфекции кровотока привела к гибели 13 детей в столице Мексики. По данным Министерства здравоохранения Мексики, всего 20 детей в возрасте до 14 лет заразились данной инфекцией. Лечение проходило в трех государственных и одной частной клинике. Предварительное расследование выявило возможное загрязнение растворов для внутривенного питания. В этих растворах была обнаружена патогенная бактерия клепсиела окситока, обладающая множественной лекарственной устойчивостью. Под подозрением находится один из поставщиков, поставки которого распределялись между этими клиниками. Расследование продолжается, а президент страны взял ситуацию под личный контроль. Индийская ракета-носитель успешно вывела на орбиту европейский аппарат «Проба-3», предназначенный для изучения Солнца. Запуск был осуществлен в рамках сотрудничества между Индийской организацией космических исследований и Европейским космическим агентством. Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шри-Харикута, успешно доставив на орбиту европейский аппарат «Проба-3». Несмотря на название, 540-килограммовый «Проба-3» является четвертым аппаратом в линейке и самым технически сложным. Он состоит из двух спутников «Коронографа» и «Затмевателя», которые после разделения на орбите будут действовать в тандеме. Ожидается, что оба спутника проработают на орбите не менее двух лет, выполняя наблюдения за солнечной короной. Данные миссии позволят ученым расширить понимание процессов, происходящих в солнечной короне. В США объявлено предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,3 произошедшего у берегов Калифорнии. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, подземные толчки были зафиксированы в прибрежной зоне штата. Местные власти подписали указ о чрезвычайном положении согласно шкале Рихтера. Такие толчки относятся к категории самых опасных землетрясений ощутили более 1,3 миллиона человек, проживающих вблизи эпицентра. Сообщений о пострадавших и серьезных повреждениях не поступало. Однако некоторые жители штата отметили мелкие последствия, такие как разбитые товары в магазинах. Власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить возможные риски. Во дворце культуры ДОСТАР в Кукшетал прошел областной Айтыс Азатрухты Баубек-Батыр. Творческое состязание посвятили 200-литию великого казахского героя Баубек-Батыра. Главная цель Айтыса – пропаганда традиционного и ораторского искусства, прославление независимости, единства страны, ее успехов в прошлом и настоящем. На конкурс собрались 16 поэтов-айтыскеров. Участники представляли город Кукшетау, Аршалынский, Буландынский, Бурабайский, Зерендинский, Ерементауский и Шортандинский районы. Сегодняшний Айтыс – это большая возможность для поэтов из районов Акмулинской области красиво показать себя, выступить на сцене. Это не просто областной Айтыс. Он посвящен Баубек-Батыру, одному из героев народа, который сражался в национально-освободительном восстании Кенесарыхана. Уезжая в чужой край, он сказал, «Я не вернусь в родную страну. Когда умру, хочу, чтобы Майгила была в моей родной земле». То есть, как личность, он выразил веру в дух казахского народа. Поэты-участники продолжают путь мастеров искусства Айтыса, широко пропагандируют казахское литературное наследие и духовное искусство. Собравшиеся зрители получили от выступающих наилучшие добрые пожелания. «В этом Айтысе принимают участие известные талантливые поэты из районов и городов Акмулинской области. Среди них наш аксакал Кадыжалел Сахария, которому недавно исполнилось 89 лет, а также молодые акыны. У этого конкурса особый смысл, ведь этот Айтыс посвящен развитию искусства в нашем Акмулинском регионе, своеобразное подведение итогов года. Поэтому желаю всем удачи и успехов». В Айтысе выступили восемь пар поэтов. По итогам наградили достойнейших. Айягос Абдуалиева заняла третье место, а второе досталось Думану Самату. Первое место занял Екбен Сабетхан из Зерендинского района. Главный приз у поэта Мухаммеда Конкаева из Кокшетау. Все участники Айтыса были награждены дипломами и денежными сертификатами. В Кокшетау прошел Кубок Акима области 2024 и Гры Кунель Дежастар Алана среди студентов. В соревновании приняли участие 14 сборных команд из Акмулинской области и города Петропавловска. Подробности в следующем сюжете. Мероприятие проводилось в рамках поддержки юмористического движения в Акмулинской области. Собравшиеся зрители насладились веселыми шутками и красивыми сценическими постановками. Игра организована на высшем уровне. Команды также продемонстрировали хорошую подготовку. Месяц назад проходил Кубок молодежи. Там был призовый фонд 300-200-100. Сегодня у нас призовый фонд 2 миллиона 300. Проходил Кубок колледжа Астара-Аланэ. То есть там проходили и фестивали, и маус-машар. У нас районы участвуют. Это Астраханский район, колледж Сипногорск, военное училище. Это Ашортандаш-школьник, школа и Зеленитский район, школа Абая. Команда называется Абай-Си. То есть это уже привилегия того, что у нас в городе КВН жив в области. То есть нужно развивать дальше и дальше в этом же темпе. На сцене 14 сборных в особом стиле представили проблемы общества. Особо отличились изобретательностью речи команда Кухштабского университета имени Шоканова-Лиханова-Алау. Зарин Ахан, как вы? 2001. 2000, да? Мен 2600. Клаус, мне. Жон. Сол. Мы в дайындықтағы 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 дайындықтай мақты. Дайындықтарды, барлығы да чемпиондыққа лайықты командылар. Акл-касылыға онайтығы деген деп іспейсер. Көтереді мәселерді көтердік осынан ежеде. Жене Кухштабы адамынан қансып атқан шалғыз месіне кәмінісіне кәмініс, бізден онывердің атты шығару үшін барлық шуткаларымызды сапалық оқытырысты. Женіске деген өмітіміз өте үлкен. Жаңағы біз дайындықтарда ғойнағаннан да өте жоғары денгейде өнер бөрсеттікті өлейм. Өте жоғар денгейді өтуде қысы Аким Кугыға төресілерді өзімін әділбағаснын береттеген өйдамыз. Аким Кугығы өте күшті өтедтеген өндөз өткен өз үлкен. Сәбетгінгі серде құрымын әлкен, пр�들м үлкен үлкен. Соберлік, күргерше білді! Үтан жоғар leben, жоып, крағарды дөрлікардыады. «Так, сейчас выступили, сейчас ждём. Если получится, то можно пошли. И уже в республиканский турнир можно будет играть». По итогам игры первое место было присуждено команде «Солтустек». Они получили денежный сертификат на 1 миллион тенге. Второго места из сертификата в размере 600 тысяч тенге удостоилась команда «Жакс». Третье место и денежный сертификат на 400 тысяч тенге получила сборная Акмольнской области. Казахстанская теннисистка Жебек Куламбаева вышла в четвертьфинал турнира, который проходит в Дубае. По данным Национального олимпийского комитета, спортсменка выступает на соревнованиях в паре с Анкитой Райной из Индии. В матче 1-8 финала они победили соперников со счётом 2-1. Теперь их соперниками за путёвку в полуфинал станут британская пара Джуди Берридж и Фрейя Кристи. В Караганде проходит традиционный международный турнир по борьбе, посвящённый памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Турнир с более чем полувековой историей впервые собрал таких высококлассных борцов. В первый день соревнований определились сильнейшие в греко-римской борьбе. В трёх из пяти весовых категорий доминировали представители Кыргызстана. В категории 55 килограммов победу одержал Нариман Бекимов. В весе 63 килограмма отличился опытный спортсмен Дастан Зарлыханов. По словам президента Федерации борьбы Карагандинской области Сабржана Амандыкова, международный турнир предоставляет местной молодёжи уникальную возможность оттащить своё мастерство и продемонстрировать высокий уровень подготовки. Женская команда Казахстана по гандболу на чемпионате Азии в Нью-Дели Индия провела заключительный матч группового раунда. Их соперницами стали спортсменки из Сингапура. Встреча завершилась разгромной победой Казахстана со счётом 39-7. Женская сборная Казахстана по гандболу завоевала титул чемпиона в Азии в 2002 и 2010 годах и стала бронзовым призёром в 2021 году. В текущем чемпионате казахстанки в трёх матчах дважды вышли победительницами. Ранее также был обыгран Китай. Единственное поражение в группе А казахстанские гандболистки потерпели от Южной Кореи. Отметим, что в плей-офф из каждой группы выйдут по две команды. Итоговое положение Казахстана в квартете определится по итогам матча Южная Корея-Китай. На этом наш выпуск подошёл к концу. До новых встреч в эфире.